Все билборды на грани, покупатели уходят. И это проблема не только Барнаула, всей страны. Например, Дмитрий Соколов-Митрич, создатель творческой лаборатории, которая пишет целые тома истории успеха компаний, говорит, что реклама во всех проявлениях несет убытки, тем более в его совершенно уникальной сфере. У нас все-таки такие проекты больше скорее экзистенциальные, для многих предпринимателей такие вот, скорее про вечном и так далее. И, разумеется, нас тоже лихорадит, потому что многие эти траты замораживают. Мы просто более такие ликвидные, у нас нет заводов, которые надо содержать, огромное количество людей, которые надо кормить. У нас такая гибкая модель, там есть и штатники, и внештатники. А вот рынку наружной рекламы сложнее. Продавать на удаленке они могут, а вот мастерская по печати баннеров закрыта. Но главная проблема в том, что печатать сейчас приходится немного. А вот за аренду земли под рекламные щиты нужно продолжать платить. И этот рекламный бизнес не обойдется без государственной поддержки. В настоящий момент наблюдаем резкое снижение продаж, размещения наружной рекламы. Чтобы сохранить рабочие места и сохранить бизнес, хотелось бы снижение затрат. По договорам на право заключения, право заключения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По договорам. Или хотя бы сокращение, или исключение начисления. Реклама – инвестиция бизнеса. Поэтому здесь, как и на фондовом рынке, эксперты в кризисе видят возможность. Ведь распространители, вероятнее всего, начнут неизбежно снижать цены, а привычная массированная атака рекламы ослабнет. Это рождает обратную ситуацию, когда можно будет вылезти на место освободившихся места и занять свое место в головах у потребителей, в то время как остальные снимут свою рекламу. У нас есть несколько кейсов, когда компании запускались именно в кризис, стартовали с рекламы, и это получалось у них намного легче и ярче, чем в другие периоды. По мнению Данила Снитко, сейчас рынку нужно менять форматы. Да и рекламодателям делать ставку на креатив и эффективность – нестандартные, даже хитрые ходы. Ведь времена больших бюджетов реклам объявлений, вероятно, проходят. Андрей Дриер, Алексей Фридин. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...